Друзья, прекрасный пятничный вечер, потрясающие поединки. Армагеддон продолжается и this is хорошо. А почему я так сказал? Да вот почему. Ребята, привет! У нас смена в студии аналитики. Итак, я, может быть, кто-то не знает, этот человек, но все-таки представлю Андрей Скачок. Здравствуйте, здравствуйте, давно не виделись. Ну и, конечно же, Стас Давыдов. Стас, привет! Очень приятно, что ты к нам пришел. Наши зрители еще не знают, но я должен сказать, что мы с тобой уже виделись, буквально вчера. Примерно сутки назад. Примерно сутки назад Стас приходил, общался с нашими игроками и проводил, ну, полноценный мастер-класс. Ну, давай нас, да, чтобы солидным звучать, проводил мастер-класс. А давай ты расскажешь тогда, что у нас было на этом мастер-классе и о чем ты повествовал. Да, легко. Вот, я почему так про мастер-класс так немножечко так про мастер-класс, потому что, наверное, я больше делился просто опытом, набранным за, там, 8 лет, почти 9 лет, что я на ютубе работаю, но для меня, я, ну, говорил такие вещи, которые для меня могут быть очевидными, но я часто замечал, что люди действительно какие-то для меня банальные штуки, они о них не задумываются, что там, ну, какие-то технические, какие-то элементарные штуки, которые из других сфер приходят, там, из актерского мастерства и так далее, что для блогерства это не используют. И я, в общем-то, вот так вот рассказывал про свои набитые шишки, наверное, и я надеюсь, что это полезно людям будет. А много вообще шишек было за 8-то лет? Много разжибался, вот ты понимал. Да, полно, я вообще весь из шишек состою и, как бы, потому что мы начинали-то еще тогда, когда не получалось на чужих шишках поучиться, звучит ужасно, ну, короче, на чужих ошибках особенно не поучишься, потому что опыта ни у кого особо-то не было, ну, нельзя было вбить, как правильно, недорого поставить свет для съемок видоса в интернете. Таких видосов было еще мало, это сейчас ты вобьешь и тебе будет миллиард рекомендаций, как недорого это сделать и так далее. Тогда приходилось много что самим делать, ошибаться, учиться, становиться лучше, хуже иногда. Такое ощущение складывается, что все вот работают как-то вот в одном поле, не стараясь как-то выделяться. Вот насколько важно найти какую-то свою фишку, что ли, чтобы она тебя выделяла, или можно просто постоянно стримить, стрим встретить и там аудитория будет расти и у тебя это... Ну, конечно, нужна фишка, сейчас рынок-то огромный, предложений много. Есть, ну, типа, есть вариант просто вообще молча тащить всегда. Типа этим могут заниматься киберспортсмены, они очень часто, чуваки, которые хорошо тащат, они вообще молча играют, ничего лишнего не говорят. Просто подрубил, да? Да, да, с каменным лицом, иногда даже без вебки. И они просто тащат, их смотрят просто потому, что они типа, как он это делает? Вот, но, несомненно, сейчас на нынешнем рынке стриминга, несмотря на то, что в России, казалось бы, ну, не в России даже, а вот на русскоязычной территории, он вроде бы не такой уж и большой, ну, по сравнению с, там, западными нашими примерами. Но, тем не менее, у людей уже есть выбор, что посмотреть и, ну, как бы, естественно, выбирая вот... Ну, тут есть вот 20 человек, которые тащат. Ну, конечно, будет интересно смотреть, который при этом все-таки умудряется еще и как-то выделиться, как-то либо вести себя, либо хотя бы визуал у него отличается. Он там, блин, в костюмах идиотских сидит, ну, уже что-то... Или, наоборот, при галстуке, в пиджаке играет, да? Это тоже интересный костюм, этим можно выделяться. Фишки свои обязательно нужно искать, конечно, потому что очень часто... Есть куча стримеров, которые, ну, они очень, там, плохо играют, но у них есть свои фишки, как бы, я отвратительно играю в игры. И, как бы, ну, типа, стримы, в общем-то, смотрели люди, как пока у меня было время нормальной игры стримить. Сколько, там, в среднем у тебя ушло время на составление концепции вот именно канала? Вот, вся эта история с обзорами... Как долго вообще все это дело придумывалось? Вообще оно прям совсем не было никак... Мы начинали, ну, во-первых, мы втроем такой командой начинали, то есть, и у меня вообще... Я был третий позванный человек, то есть, вот, Виталик Голованов, который придумал, что надо бы чем-то заняться, что-то как-то... Что-то как-то мы ничем не занимаемся. Вот, позвал Сержа Федоренко, и Серж Федоренко позвал меня, и мы вот втроем, в общем-то, почти сразу было решено, что вот есть пример успешного канала с Рейвелем Джонсом на Западе, который делает обзоры. И, блин, кажется, что, ну, вирусные видосы, они бесконечные, ну, типа, про это, наверное, можно бесконечно, ну, относительно бесконечно делать. Потом мы, когда уже выпустили первый выпуск, или даже второй, мы тогда узнали, что еще и Макс Галополосов делает плюс сто пятьсот, то есть, ну, тогда настолько был маленький YouTube, что, ну, как бы, каналы, о них не становилось известно мгновенно, то есть, ну, на тот момент у него там около четырех выпусков было, кажется, и там, ну, тоже мы еще не знали об этом. То есть, с форматом, на самом деле, было решено достаточно быстро. То есть, нам стало понятно, что, блин, это можно круто адаптировать на русскоязычное, опять же, пространство, и зайдет. Опять же, с материалом проблем не было, да? Да, с материалом проблем не было. Формат уже более-менее есть продуманный. Ну, как бы, зачем придумывать что-то новое, брать больше рисков, когда есть вот проверенный формат, который ты видишь, что он заходит, и ты все равно ему подашь по-своему, и, как бы, ну, типа, блин, ну, вот и все. И это логично, когда у тебя есть пример проверенный, вот обкатанные форматы, ну, типа, рисковать, пробовать новый формат, придумывать, и он может сработать, может не сработать. Это, ну, куда больше рисков, чем взять и адаптировать. В этом, то есть, ну, ничего зазорного по большому счету нет. Просто у меня в голове не укладывается. Я вот смотрю, допустим, каких трудозатрат стоит там наша трансляция элементарная. У меня в голове не укладывается, как может один человек воплотить в себе столько знаний. Там свет, постановка кадров, реквизит, сценарий и прочее-прочее. Это голова, наверное, просто срывается. Ты знаешь, в этом плане очень хороший пример. Там наш хороший друг Леша Хардплей, который там за... Он за этот год там набрал миллион, у него сейчас уже 2 миллиона подписчиков на YouTube-канале, и за прошлый год он тоже там набрал миллион. Все сам? Ну, в смысле, без. Да, он все абсолютно сам, все полностью на своих стримах. Причем вот мы познакомились два года назад, когда я его позвал на одно из наших мероприятий, которые мы устраивали. У него еще было 200 тысяч подписчиков. И мы вот тогда... Год назад? Два года назад. Примерно, да, два года назад. И вот он резко... Ну, он очень качественно делает. Он большой молодец, он очень много стримит, он очень круто взаимодействует со своей аудиторией. В этом плане вообще, кстати, очень крутой пример такого self-made man, и что сейчас у него уже компьютерный клуб. А еще два года назад он собирал, да, на стриме, типа, на закрытии ипотеки. Да. Сейчас... Донаты, да. У него есть фишка, вот он выделяется на фоне остальных таких достаточно... Чаще всего стример, это чаще всего такой очень эмоциональный и крикливый. Вот хардплей, он такой вот типа... Ну, не сказал бы, что прям сдержанный, вот не то слово, а он вот такой вот солидный. Он солидный, да. Он очень солидный. Это сейчас в наше время, это выделяться этим можно действительно, потому что чаще всего, ну, типа, те, кто в интернете что-то делает, и стример, это вот, ну, блин, он как я, я тоже экспрессивный на камеру и так далее. А он такой солидный всегда, с уважением общается со своими подписчиками, чаще всего. Ну, когда как, конечно. А что по поводу канала? Насколько я знаю, в районе 6 миллионов, да? Ну, сейчас, да, оно уменьшилось за счет смены формата, ну, как бы... А вот, как раз-таки, собственно, вопрос. Рост постоянно есть сейчас или есть какие-то трудности? У нас, за счет того, что мы сменили формат на канале, в котором было, там, 5-9 миллионов, ближе к 6-5-9, там, с половиной, еще чего-нибудь, вот. Ну, мы ожидали, что у нас, когда мы сменим формат, люди отпишутся, ну, то есть это было ожидаемо. В принципе, да, объяснимо даже, вполне. Вот, но сейчас мы смотрели темпы, ну, вот, подписок-отписок, и, как бы, сейчас у нас вот стоит примерно на месте, много отписывается, и много очень подписывается, столько же. То есть происходит смена аудитории, и это прям очень клево, это значит, что приходит, ну, свежая аудитория, которым, ну, вот, как бы, те, кому не нравится, и они, ну, как бы, ну, логично, человек не нравится, отписался, вот. Но приходят те, кому, кого это заинтересовало, и это тоже хорошо, смена аудитории, это всегда здорово, ну, то есть, это значит, что более свежая аудитория приходит, чем аудитория свежее, тем активнее, да, 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 свежая аудитория очень активная. Откуда черпаешь идеи для сценария, для своих выпусков, как это приходит? Вы сели втроем с ребятами, попили чай, и там воздухом подышали, как это? У нас очень, ну, скажем так, стандартизированная работа, у нас прям есть график, в котором мы работаем, мы вот очень стараемся, ну, в каком-то смысле такой, ну, это, конечно, грубо будет звучать, если сказать, конвейер такой делать, но в каком-то смысле, да, мы вот знаем, что вот в понедельник мы соберемся, сначала поищем, там, новости, о которых хочется поговорить, у кого-то за, ну, там, неделю уже есть идеи, что сказать, о чем хочется поговорить, потому что мы чаще всего убираем, но вот сейчас формат, он такой, обсуждение новостей, я там обсуждаю, и то есть... Это абсолютно разные новости, насколько я... Да, они очень разных сфер, и они, ну, как бы, о тех сферах, которые нас интересуют, и как бы, понятное дело, за неделю у кого-то что-то набомбило, и интересная тема, о которой мы говорили, о них всегда интересно и писать. Вот, мы там сколько-то часов тратим на то, чтобы отобрать новости, заодно пролазимся по каким-то порталам, смотрим, что свежего, выбираем из них, что интересно, потом мы там, грубо говоря, пишем сценарий до конца дня, следующий день мы с утра снимаем, потом монтаж. То есть у нас прям очень все по графику, и, ну, вот тут включается, конечно, тот момент, что у нас это все-таки как работа, у нас есть там рекламодатели, обязанности, обязательства, и что мы должны гарантировать рекламодателю, когда выйдет там выпуск, во сколько, когда мы едем на согласование. И это, ну, конечно, вот эта борьба очень важная, на самом деле, для человека, для которого блогерство, как бы, творческий процесс стал работой, вот, находить еще для себя вдохновение в этой работе. То есть, чтобы это не стало чисто, вот, это вот я отработал, отработал, должен все, да, а пытаться находить какие-то моменты радости в этом. И мы, в принципе, ну, как бы, пока что, вот, справляемся 9 лет каким-то образом. Андрюх, ты очень много, с многими знаком, блогерами, стримерами и в этой сфере. Хочу просто, чтобы нашим зрителям сказал, просто складывается сейчас впечатление, что многие считают, что вот если ты блогер, то, о, у тебя, в принципе, Стас сейчас это затронул, у тебя не жизнь, а сказка. Ты просто встал, там, нажал кнопку на ОБС, запустил стрим, там, не знаю, запустил видос и все, и тебе куча денег и прочее. Это вообще отдых, а не работа, сказка просто. Насколько это... Нет. Можно сказать... Мне кажется, это совсем неправда, это очень трудозатратно, то есть, ну, вот даже когда я в этом году ездил в отпуск, мы пересекались с Кириллом Варпачом, это вот тоже очень популярный летсплейщик, он в данный момент еще и бренд-амбассадор автомобиля Тесла. Все, открываешь Инстаграм, там просто Тесла, 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 моя Тесла, а вот еще чужая. И, да, и мы вроде бы в отпуске, мы вроде все катаемся, отдыхаем, но при этом он все равно, он все время работает безостановочно, мы там по вечерам расходимся спать, я там, знаешь, он еще не спит, он что-то там обложки какие-то рисует, еще какой-то контент безостановочно делает, потому что все на нем одном и, ну, сложно, сложно расслабиться. Конечно, есть ребята там, которые не игровые, которые больше вот именно делают такие лайфстайловые видосы, которые уже популярны, у них, да, у них там уже своя команда какая-то большая, уже, не знаю, и свои монтажеры, и дизайнеры, и чуть ли не спичрайтеры, гострайтеры, это сейчас правильно называется, да. А у ребят, которые именно занимаются контентом в игровой сфере, они чаще всего все еще вот делают как-то все в одиночку. Ну, насколько вот я вот знаю из всех, кого я знаю, вот. Ну, кстати, да, есть такая тенденция, ну, не тенденция, а вот такая штука, что игровые чуваки чаще всего как-то самостоятельно существуют. Может быть, это как-то с психологией как-то связано, я не знаю. Ну, если что, если ты не начинал изначально работать, вот как в моем случае мы сразу втроем начинали работать, очень безумно сложно делегировать что-то кому-то, и всегда страшно, что, а сделает ли он так, как я хочу, а как так вот кто-то будет писать. Мне тексты для помогать. Ну, то есть, это действительно, если человек привык работать самостоятельно, ему просто страшно, он просто, ну, очень сложно доверить кому-то то, что ты привык делать, и знаешь, как чувствуешь, как это работает. Ты знаешь, даже мне как-то можно, ну, вот это мое личное ощущение, что, когда ты именно делаешь вот контент по играм, почему его сложно еще кому-то делегировать, потому что, когда ты играл, у тебя были вот какие-то в определенный момент какие-то эмоции, которые у тебя там бомбежка какую-то, или наоборот, радость, веселье, смех. И ты эти моменты помнишь, ты можешь только сам их вот как-то правильно нарезать, правильно как-то подать. Да, это, как правило, не сценарные все-таки видосы. Да, это не сценарные видосы, когда ты там, да, снимаешь про дом с привидениями, знаете такой тип контента, там, да, там можно отдать, я думаю, на, как бы, на стороннего человека. С командами игровые, вот единственный контент игровой, это вот всякие порталы, которые делают новостные всякие штуки, там, да, там команды. Да, там, как Стопгейм, Игромания, Конобу, там, да, но это, я работал раньше тоже там в журнале, это, да, это такая уже командная работа, кто-то там автор пишет сценарий, да, редактор его вычитывает, потом это отдается на монтажеру. Опять же, очень-очень много людей в этом всем записывается. То есть, что часто действительно сложно, ну, как бы, я человек, который привык работать с командой, мы делаем постоянно контент в команде, я, например, не могу контент, который я делаю для своего личного канала, там, с путешествий, с каких-то штук, отдать кому-то на монтаж. И тут даже не в том дело, что мне страшно, что не так сделают, а потому что он бесструктурный, просто куча снятого материала, и я что-то помню, что там было, а человеку я отдам, в меньшем смысле, в последней поездке в Японию, кажется, 9 часов на снятого материала. О, неплохо. И вот, привет, сделай из этого что-нибудь. Пожалуйста, завтра, да, давайте. То есть, это просто невозможно даже человеку-монтажеру будет из этого что-то сделать, потому что я что-то, какие-то куски, ну, снимал, это кусок, где я ничего не говорю, но я помню, для чего я его снимал. У меня какая-то структура есть, и то, я монтирую, я, в принципе, из этого что-то уже леплю, у меня чаще всего просто наснято тоже куча всего, да. Ты прожил это, да, ты в этом сам был. Да, 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 и то есть, вот, влоговый контент, я не знаю вообще, как передавать. При этом, вот, Эльдар Джарахов, кто знает такого чувака. Я думаю, все знают. Вот, ну, мало ли. Вот, у него влоговый контент монтирует парень, но там тоже, он его совсем друган, да, внешне. То есть, он может быть просто... Может быть, да, они просто, он понимает его, и как-то, да, договорились, как что, потому что вот удивительно ему вот получилось. Мне кажется, здесь еще одна основная проблема, что, как обычно бывает, да, в голове ты себя рисуешь уже, все у тебя здорово складно, а вот эти мысли в голову другого человека погрузить, это сложно. Андрей, ты вообще как считаешь, возможно ли, в принципе, научиться быть успешным популярным блогером, или это из серии книга «Как заработать миллион», вот, что-то такое? Да, напишите книгу и продайте ее, да, миллионы человек за это, успешным писателем. Мне кажется, да нет, вообще вопрос такой. Вот смотри, даже знаешь, как я спрошу, это такая вещь, это такая сфера, в которую можно втянуться, научиться, или нужно вот родиться талантливым и таким вот человеком, как Стас, чтобы быть? Нет, я думаю, я думаю, в этом можно втянуться, в этом есть какие-то, ну, опять-таки, смотря, какую сферу ты выберешь. Я думаю, да, если ты хочешь стать королем делателей слаймов на Ютубе, этому, в принципе, можно легко научиться, слаймы тоже делать достаточно просто. Вот, ну, опять-таки, смотря в какой сфере, смотря в какой сфере. Ну, просто понятно, одно дело научиться делать слаймы, а другое дело, там, харизма, подача, вот это... Честно говоря, это так же, как, ну, то есть, я просто своей стороны, извини, влезу. Это реально больше вопрос, кстати, больше к Стасу. Всему этому можно научиться, просто, ну, есть те, кому будет проще, потому что у них есть, ну, самородки есть, крутые чуваки, как с музыкой. Есть те, кто изначально ему дали трубу какую-нибудь, он сразу знает, куда ее приложить, к какому месту, чтобы сыграть и так далее. И он будет дальше, когда он уже будет учиться и повышать свое техническое мастерство, он будет вообще прям крутым. А есть люди, которые вот берут тем, что они очень много стараются, и они... И тут тоже, честно говоря, блин, писать шутки можно научиться, писать тексты можно научиться. Просто кому-то проще, кому-то сложнее. Быть обаятельным даже можно научиться. Это все куча способов тренингов придумано по этому поводу. Это не какое-то... Ну, то есть все это делается там мышцами тела любого человека. Но в этом нет какого-то... Какой-то особый, ну, другого органа, который отвечает за харизму в человеке, у которого есть там природный харизм. Харизму на максимум. Да-да-да, типа там вколоть харизмоусилитель. Вот. Но, понятное дело, что легче будет тому, у кого это там от природы откуда-то есть. Но и тот, кто учится, кто действительно хочет, вот что еще, конечно, не важно. Потому что я знаю много каналов, которые пробовали кучу форматов, пробовали там то-се, не заходило, потом там зашло. Один из делателей домов с привидениями, Масленников, он тоже же начинал совершенно с другого формата. Он делал с другим чуваком, они там пробовали разные, типа, разные занятия. Там я не помню правильную концепцию, но они там миллион всего перепробовали, потом тот чувак, я не знаю, ну, как-то они там разделились, он отдельно начал делать. Это как ракомакофо. Да-да, то есть есть люди, которым, ну, вот хочется, они занимаются, они пробуют разные форматы, какой-то заходит, какой-то нет. То есть после что зайдет, что не зайдет, да. Да-да-да, то есть вот здесь вот есть полно примеров людей, которые, ну, типа, ну, вот что-то не заходило, они начали еще что-то делать, еще не заходило, а потом еще не заходило, а потом вдруг зашло. Я думаю, знаешь, как я добавлю небольшое, я думаю, кстати, вот здесь ты меня поддержишь, что не то чтобы сложно стать популярным, сложно популярность удержать. Да, это несомненно. То есть я даже сам в своей рабочей практике видел множество каналов, которые появлялись, они как ракеты летели вверх и точно так же стремительно-стремительно падали вниз. А из-за чего? То есть как-то теряется нить контакта с аудиторией или как? Чем ракетнее взлет, причем тем тяжелее. Потому что человек просто не готов к этому, он не знает, что с этим делать. И есть люди, которые успевали схватить какой-то вируснувшийся один ролик. Вот у кого-то вируснулся, кто-то успел за него ухватиться и продолжить там находиться. Никогда не бывает такого, что с одного вируснувшегося ролика прям все хорошо дальше на том же уровне. Но все равно потом спускается, интересно. Можно его держать, а можно, ну, типа, все, обратно вернуться на тот же уровень. И, ну, это действительно сложно. Вот у меня конкретно, ну, тем, что мы звоним, у нас рост происходил достаточно равномерно. Ну, быстро, но равномерно, да. И мы потихонечку на нас добавлялись, на нас сваливалось это что-то, дополнительные какие-то обязанности и проблемы. Поэтому, ну, у нас, ну, как-то попроще это все произошло. Вот каналам, которым, там, ну, человек, там, он чуть-чуть, он там полгода назад начал делать видео, у него одно стрельнуло. Ну, я им, ну, не завидую. Это прям очень тяжело и психологически тяжело, что тебя будет давить потом, блин, а тот видос, кто у меня набрал 16 миллионов просмотров. А теперь все набирают по 500 тысяч всего. Это же, ну, типа, тяжело и обидно. Я, кстати, знаешь, неоднократно встречал, ну, там же Ютубе, такие видосы, которые, ну, заходишь, смотришь, там, действительно, под миллион просмотров. Типа, это видос из разряда, сколько платит Ютуб, там, за миллион просмотров, например, да. И вот заходишь на канал, человек как-то уловил просто какой-то тренд или что-то. У него на этом видосе много просмотров, а канал вообще, вот, полупустой. Отсюда вопрос, нужно ли следить вообще за трендами? Вот ты следишь за трендами, за каким-то, чтобы быть на плаву, да. Обязательно, ну, то есть, к сожалению, я, наверное, все-таки скажу, что, к сожалению, нужно, потому что, ну, чаще всего, всего, ухватывание за тренды, это такое, ну, типа, необходимость, что нужно быть актуальным, ухватываться. Просто другое дело, как ты это обрабатываешь, ну, то есть, можно, ну, вот, стали популярными слаймы, можно просто тоже начать делать слаймы, ну, ладно, слаймы не самые свежие, но просто раз разговоры о них. Да, 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 раз разговор о них уже заходил. То есть, можно просто тоже начать делать слаймы, и это вот такой вот способ, ну, вот, тоже хочу. А можно начать адовую какую-то пост-иронию по этому поводу, и ты как бы все равно пользуешься трендом слаймов, но как бы ты вот сохраняешь достоинство, собственно. Допустим, что всегда есть, когда есть популярная тема, возникают тут же еще те, кто выкатывает на том, что обкладывают эту популярную тему, ну то есть они как раз таки, это тоже уже становится тенденцией. А потом разоблачают, разоблачают, на фоне кирпичной стены ненавидят. Всем привет с вами! Например. Вот, и ну как-то умудриться вот правильно сыграть, упомянуть хотя бы и так далее. Мы тоже это делаем, мы обычно упоминаем, или там, ну сейчас вообще в нынешнем формате вообще легко можно просто рассказать о том, что происходит, разобраться, узнать, почему это стало популярным, рассказать людям, потому что очень часто какие-то челленджи, они там внезапно возникают, все о них знают, а почему оно возникло, кто его стартанул, это же типа где-то пропадает. Кстати, знаешь, здесь вообще история, кстати, циклична, ты сейчас сказал, откуда это все пошло, может вспомнить, помнишь же был канал Агни, который, Агни Огонек, который рассказывал, откуда пошли мемы. Вот, и опять вот история как бы... Ну, конечно, но просто... То есть типа контент цикличен. Сейчас мемы в принципе как таковые, здесь сейчас уже вот таких комплексных мемов, нет, они очень быстро меняются, сейчас дико много таких, ну как, я не знаю, как правильно сказать, вот просто шаблонов есть для мемов. То есть верусятся шаблоны, в которые уже вставляется все-все-все, каких-то таких идеальных рафинированных мемов в мире мемов, их чуть-чуть меньше стало, ну просто немножко изменился мир, но оно тоже будет возвращаться, меняться и так далее. Много людей, которые себя мемологами вдруг называют, это прям... Да, я тоже в некоторой степени мемолог.